МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кустодиев, Ион, Грабарь и, конечно, Суриков. И, ладно-ладно, Брегель-старший. Зима, господа, в мировой живописи и вокруг нас. Доброе утро. С вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет, и программа «Нам пишут». Александр Карлин высказался о нашумевшем конкурсе сочинений о ватниках и колорадах, сообщает Политсибру. Я думаю, что катастрофы нет в том, что предложено высказаться на заданные темы. Не считаю это ни агрессивным, ни оскорбительным. Я убежден в том, что молодые люди, участвующие в конкурсе, мудро выразят свои мысли. Дискуссия всегда уместна и полезна, сказал глава региона. О бардовском движении на Алтай московскому комсомольцу рассказал Борис Бергер. Бардовская песня – очень специфический жанр, считает Бергер. Его душевность и человечность – это не те инструменты, на которых можно сделать серьезную прибыль. На мое 15-летие тетя подарила мне сборник из пяти пластинок, на двух из которых были записаны песни Высоцкого. Эти пластинки потом были заслушаны до царапин. Можно сказать, что испытал культурный шок. Кто это, удивленно задавал я себе один и тот же вопрос. В день смерти Высоцкого Бергер был в Москве. Утром все ломанулись на Таганскую площадь, к театру, где работал Владимир Семенович, рассказывает он. Ощущение было, что собралась вся Москва. Комсомольская правда о барнаульских участниках громких телепроектов. Прямо сейчас в конкурсе «Главная сцена» соревнуется Александр Балыков, который уже становился финалистом шоу «Фактор А» и победителем конкурса «Русские теноры». Только что блистательно выступили на голосе наши Иван Чебанов и Роман Кашкаров. Участник телешоу «Битва хоров» Александр Рухадзе говорит, «Это один из лучших моментов в моей жизни. Я получила огромный опыт в сфере шоу-бизнеса». На прощанье процитирую латышского поэта Иман Тазиедониса. «Говорю вам, пойте, пойте, когда вам хорошо, пойте на зло всякой грубости или свинству, пойте в глаза тому, кто вас ругает, пойте, ликуя в своем превосходстве, когда вас бьют. Увидимся завтра утром. Счастливенько. Целую». Редактор субтитров А.Семкин